Друзья, у нас настал новый день. Смотрите, как одела детей. Сегодня снова жара. Ну-ка, Озалька, покажись. Одели, короче, легкие вот такие вот шапочки. Покажи, заходите. Легкое платье, шорты. В общем, на улице сегодня снова обещают 37 градусов. И это вот такая вот аномальная жара была в прошлом году, в августе, такая же. Вчера прям сил не было, к вечеру. Я прям утухла. Сегодня у нас среда. Послезавтра уезжаем, да, в отель. И там целая неделя вот такая вот жара показывает. Потом типа спад будет. Я помню, в августе была аномальная жара. 39 там показывала температура, прогноз. А здесь 37 показывает. Смотрите, друзья, воды нету. Утки вон там вот, бедные уточки. Но это, конечно же, не из-за того, что жарко. Тут просто перекрыли воду где-то и все. Да? Даже лягам плохо. Вон кричат. Бедные уточки. Там еще лялечки у них есть маленькие. Даже лягам плохо, да? Да, пошлите. Я не взяла сейчас свой телефон второй для раздачи интернета. У меня сейчас интернета нету. Но с утра я смотрела, вот когда в 7.30 было 30 градусов на улице. И вся вот эта неделя вот она такая. Как раз мы уезжаем в пятницу в отель, как я и говорила, встретиться с родственниками. И они приезжают в этот отель. И мы, чтобы встретиться, забронировали там себе номер. Вот. Подробнее все расскажу. Там уже, в какой отель. Закрыто у нас тут еще пока что. Как всегда, магазин надо. Магазин открывается в 8.30, друзья. В основном сейчас провожу время всегда на балконе. Либо, если это дома, то включаю кондер. Вот. А так, в принципе, мне нравится жара. Я люблю такую погоду. Но все равно жара. Она, как сказать, от жары. Хочется спать. То есть, ну, физически устаешь быстрее. Вот. Так что вчера я утухла вечером. Прям рано-рано легла спать. Зато выспалась. Хорошо себя чувствую сегодня. Вот. Хожу тут, смотрю, вот то, что стоит на улице. Здесь вот смотрю, есть написано пляж сандалиса. То есть, это пляжная... Ну, сандалия это как стуль, стульчики. А вот 279 лир есть. За 249 есть. Вот такая вот. Берете. И чтобы сидеть на пляже, покупаете кому надо. Что тут еще есть? Сандалии тоже. То есть, тоже сиденье. То есть, на пляже 229 лир. Такие вот есть для балкона штуки. Наверное, типа горшков для этих растений. 36 лир. Это я не знаю, что такое. Ну, орхидея написано. Наверное, для орхидеи, типа, там, горшок, короче. Большой стоит 84 лиры на 16 лир. Вот всякое тут есть. Все. Дверь открывают. Я пошла. Лук, кстати, стоит 13 лир. Так, а яйца. 82 лиры. 30 штук. Друзья, в 249 лир получилась вот эта вот покупка. Это где-то 600... 750 рублей. Но мясо купила на один раз пожарить. Это вот такая, как бы, часть на кости куриная. И яйца, считай, 30 штук. Печеньки, милка. И молоко купила. На 700 рублей получилось. И в последнее время вот так вот покупаю только на один раз мясо. То есть, раньше, как я покупала, обычно мы покупали, ездили мы в мечеть, брали там очень много говядины, потом ложишь это в холодильник, то есть в морозильник, замораживаешь и кушаешь там недели-две, может, месяц. Сейчас я мясо вообще не замораживаю. Я покупаю охлаждёнку. Ну, и всё сразу готовлю, чтобы всё это было свежее. Вот. Даже если и кушать мясо, то оно должно быть такое вот прям свежее, свежее, только-только, которое... Ну, понимаете сами, короче. Вот. Очень странно, конечно, что здесь нет воды для живности. Это не очень хорошо, конечно, которое здесь обитает. Вот. Но жизнь, она такая, друзья. Ну, что хочу сказать. Всем хорошего настроения, друзья. Всем доброго дня. Вот. позитива. Желаю всех, заряжаю энергией на целый день, чтобы у вас день пролетел очень радостно, весело. Пусть даже не пролетел, а пусть протекает. Весело, радостно, друзья. Вот. Так. Ну что? У нас опять настал новый день. Сегодня у нас день сбор, да? Собираемся. Куда мы? В садик. В отель собираемся. Завтра в отель. Сейчас детей отведу в садик и сама буду собирать вещи. Позвучка, Собирать чемоданы, друзья. Позвучка, красивая, красивая. Очень красивая. Ну-ка, покажись. Покажи. Сладочки. Красивые. Да, мы купили Азальке вот такую вот шляпку красивую, а она вот здесь вот звездочки еще прибавила, и вот такой вот бантик. Да? Теперь ты кошечка? Да. Я Китти кошечка. Я Китти кошечка. Да. Мечиталька. 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 Очки. Купим. Мам, я буду ... Мам, я буду ... Я буду ваши вещи. Да, я чемодан сейчас буду собирать. Все, не, друзья, ветренно, но ветер горячий прям дует. Друзья, детей оставила. Садико не могу не показать вам это зрелище. Смотрите. Воды, конечно, мало сейчас. Все так некрасиво. Но смотрите, маленькие гусята плавают. Как я этого мне засниму. И мама всегда рядом, между прочим. Вот это вот мама молодец. Остальные свои яйца сидели-сидели, недосидели. Смотрите. Нет, я же не вижу. Видно, но ухо. Смотри, какие маленькие. Мосящики маленькие подолвают. Друзья, я сходила до садика и смотрите уже лицо. Видно вам нет? Прямо красное-красное вспотело. Настолько жарко. Ветер дует. Вот реально такой прям теплый-теплый ветер дует. все платье горячее, как будто бы. И, друзья, начинаю собирать чемоданы. Как всегда, перед отъездом такое ощущение приятное, что сейчас куда-то отправляешься в такое место, где будет классно, где отдохнешь, где не надо снова готовить, кушать. каждый день утром просыпаешься на завтрак, что-то готовишь, обед, ужин. И вот такое вот ощущение снова. Конечно, мы отправляемся ненадолго, но все же так приятно вот эти ощущения испытывать каждый раз. Отправляемся мы на выходные, пятницу, субботу, воскресенье. Как я и говорила, мы встречаемся там со своими родственниками. Они забронировали отель, ну а мы, чтобы с ними встретиться, тоже решили забронировать номер. А вот. Но сейчас, для начала, я сегодня вообще забыла, время уже 11 часов, я даже забыла выпить Хемахим, потому что я себя хорошо чувствую уже. Вот. Сейчас у меня будет Хематайм, как называется. А, сейчас выпью Хемахим и начну уже собираться. А в сообщество, кстати, друзья, выложу парочку-трое отелей в Афсалар, в районе Афсалар, как я и говорила, мы собираемся в Афсалар. И посмотрим, может кто-то из вас угадает, какой именно отель мы собираемся. вот. Хемахим тоже с собой возьму. Чувствую уже, наверное, скоро буду даже потихоньку на уменьшение пить Хемахим, потому что чувствую улучшение очень прям идеальное. Вот. И буду, наверное, для профилактики пить каждые полгода вот этот препарат, пока он существует, пока он есть, друзья. Кому интересно, переходите в описании, там есть ссылка на препарат, на отзывы. И повторяю, это корейский препарат Хемахим, который воздействует на все ваши органы, организм полностью очищается, организм обновляется, клетки появляются новые. то есть именно для очищения крови, для очищения организма, для вообще Хемахим переводится как сила крови, вот, то есть этот препарат очень мощный препарат, вот, на себе я его испытала и себя ощущаю очень хорошо, друзья. Этот препарат раньше не продавали, просто так его придумали для оздоровления нации Южной Кореи, при контроле, жестком контроле правительства Южной Кореи создавался препарат 8 лет, вот, в институте атомной энергии, так что это не хухри-мухри, вот, это очень идеальный хороший препарат для тех, кто хочет действительно здоровое тело, вот, и раньше он продавался очень дорого, там цены описывают, что-то препарат около, ну, короче, дорогой не буду даже придумывать, вот, найду, если по поводу этого материала, попробую вставить, если не найду, сейчас просто времени даже нету, сейчас собираемся, вот, но он продавался дороже намного, сейчас очень доступная цена, так что посмотрите на сайте, на сайт ссылку тоже оставляю, вот, так что у меня хима там, друзья, я к ним привыкла сама лично, но с утра сегодня до 11 я вообще не чувствовала никакой боли, ничего, я вообще забыла про него, то есть, как будто бы и не надо мне ничего не принимать, то есть, у меня все хорошо, до этого у меня всегда были боли, то есть, с утра отзыв одной женщины, она тоже так же рассказывает, я, говорит, с утра проснулась, лежу, говорит, и думаю, я что, все, типа, мертвая что ли, я, говорит, ничего не чувствую, никакой боли, говорит, так хорошо, говорит, вот, у меня тоже так же, поэтому рекомендую всем, на самом деле препарат идеальный, крутой, классный, а еще мне скоро из России, вот как раз в отель привезут сок нони, сок нони, тоже крутой препарат, он именно состоит, то есть, составит куча аминокислот, вот, именно для таких людей, которые сидят за собой, не едят мясо, потому что именно вот в мясе содержатся аминокислоты, кто не ест мясо, то есть, кто голодает, вот для них вот этот вот препарат сок нони, а еще он способствует выделению в организме гормона счастья, то есть, а когда выделяется гормон счастья в организме, все функции организма восстанавливаются, то есть, это даже вот при медитации, почему люди медитируют, потому что во время медитации выделяется гормон счастья, то есть, шишковидная железа выделяет гормон счастья, и во время этого очень многие органы и функции организма, как сказать, можно сказать, самоисцеляются. Поэтому медитация так полезна, но не все умеют медитировать, друзья. Медитировать я училась очень долго, но училась я, умею медитировать. Единственное, на это всегда нужно уделять время. Я люблю медитировать. Но сок нони я хочу попробовать все-таки, потому что мне нужны гормоны счастья. Я хочу попробовать, и мне нужны аминокислоты, друзья. Вообще сок нони делается из чего? Делается из фруктов. Получается она такая вонючая, то есть этот фрукт такой вонючий, его просто так не съесть, сорвать съесть не получается. Ученые тоже, получается, сделали такой концентрат, добавили там всякие вкусовые вещества, и получился такой неприятный на вкус напиток сок нони. И этот фрукт, говорит, содержит настолько много аминокислот, что просто так такое количество невозможно съесть там или что-то, или как-то. То есть это только вот в единственном таком фрукте содержится. А если что, тоже есть информация. В моем сообществе я ниже скидывала о нем. Вот. И именно эти аминокислоты, они, говорят, именно даже блокируют вот эти вот раковые клетки, полностью блокируют. И даже сок нони, он используется как обезболивающее средство, как наркотическое средство, но при этом не вызывает абсолютно никакого привыкания, друзья. То есть на 70%, говорит, он идет как обезболивающее средство, представляете? Так что это все очень круто. Я изучаю, я на себе пробую. И, как сказать, не только я, уже больше 20 лет ученые занимаются этим. И многие страны уже протестировали эти препараты. То есть там куча-куча много сертификатов. То есть там нет противопоказаний. Все абсолютно на, как сказать, высоком уровне делается. Абсолютно все из трав. Вот Атоми он отличается тем, что там все из трав. Вот. То есть вот травки обычно какие-то там мы пьем, в принципе. То же самое тут нет противопоказаний. И у Атоми, компании Атоми, самое главное правило – это абсолютное качество по абсолютной цене. Вот этим он берет. Он уже на 12-м месте из всех торговых компаний. Атоми, компания, стоит на 12-м месте. Вот. Хотя компания молодая. Компания 2009 года. Представляете, да? Вот. Ну все. А почему я говорю, что ученые больше 20 лет трудятся над этим? Потому что этот препарат начали создавать в 1997 году. Вот так вот. Все я знаю. Поэтому и употребляю. А старший сын мой сегодня сдает последний ОГЭ. И если честно, такая... Вот не сказать не могу. Вот такая ерунда. Вот такую ерунду придумали, да? Для мучения людей, для мучения детей. Особенно в таком возрасте, когда психологически они увеземы. Для чего? Для чего? Скажите, пожалуйста, придумывайте вот эти вот всякие там, как они называются, искатели, которые там проводят детей, там, ищут. Вы еще в жопу что-нибудь засуньте и поищите там что-нибудь. Вот, не знаю, я против таких экзаменов. Вообще, почему родители не спрашивают, можно ли проводить ОГЭ для детей, для ребенка? Я бы написала, я против, я не хочу калечить психику своего ребенка. Мое личное мнение, и я имею право на это. Прям раздражает. Хотя последний экзамен, вот хорошо, все экзамены предыдущие написала, он говорит, но меня все это раздражает, естественно, я ему лично это не говорю. Я говорю, что как бы, ну, можно было бы как-то помягче проводить это все. Вот так, чтобы стоять над ребенком, над камерами, там, 3-4 часа писать. У меня, кстати, уже спина заболела, мы сходили в больницу, проверились. И действительно идет в позвоночнике такой воспалительный процесс от того, что ребенок сидит 3-4 часа уже. Друзья, смотрите, вот так вот, короче, начала я собирать. Бросила это дело, потому что мы хотим только вот один чемодан взять. На детей взяла, на себя взяла. И уже у меня вот, когда старший сын придет, он что-нибудь засунет, и муж засунет. И все, в принципе, наверное, этого достаточно. Мы там будем всего лишь 3 дня, с собой еще что-то, может быть, в сумочке возьмем. Сейчас хожу, делаю домашние дела, и уже жарко, вот переоделась в легкую такую, такой комбинезончик домашний. Вот, кондер у меня работает. Я вот так вот, когда сюда выхожу, здесь включаю, когда сижу, работаю в салоне, там включаю. Короче, вот так вот постоянно кондер включаю. Вот, даже не знаю, что взять, еще здесь параллельно убираюсь. Дома все, нужно прибраться, параллельно работаю, параллельно отвечаю на ваши комментарии. Вот пишут комментарии, что как мы, как я, типа, ну, через АККУ, на страховку АККУ я хожу, ну, в больницу. Да, у меня страховка с АКК, называется, которую оплачивает АККУ. Вот, она начинает работать, как мне сказали, только там через 2 месяца после того, как вы, ну, работаете, или ваш муж после 2 месяцев работы на АККУ. А мы же до этого имели САКК, поэтому мы здесь ее только продлили, то есть она сразу начала действовать у нас. Мы когда жили в Газипаше, раньше, мы САКК сами оплачивали, сюда приехали, мы ее подключили. У меня есть видеоролик, как я все это делала. Вот, я ходила, хорошо, что я все это сделала до того, как вот такая вот погода у нас тут, ну, до жары, чтобы вот сейчас вот не ходить по этим делам, вот, как бы, желательно, конечно, сделать это как-то, не знаю, может быть, через организацию как-то, в общем, это все нужно уточнять. Мы делали сами, то есть я ходила сама в САГК, вот, и, в принципе, сама все как бы это быстренько сделала, чтобы побыстрее все это было. Вот, еще пишут, спрашивают по поводу химахим, типа, можно ли принимать его в возрасте. В возрасте люди принимают, там есть даже очень много отзывов. Я всегда стараюсь ссылки оставлять. Пожалуйста, переходите по ссылкам, читайте, потому что каждому в комментарии писать сложно. Переходите по ссылке, там и книжечка есть, и отзывы есть. А вообще, если хотите, пишите мне в телеграм, я вам живые отзывы скину, послушайте, почитайте, посмотрите. Вот, там женщина, говорю, там вообще она такие вещи рассказывает, там, потому что там еще женщина есть, у которой рак, там, третьей степени уже она рассказывает, как. Потом рассказывает женщина, как там победили рак даже. То есть, ну вот, ну, конечно же, один химахим, возможно, там нужно химахим вместе с этим пить, вот как я, со спирулиной. И спирулина тоже, она очень эффективно борется с болезнями, то есть, ну, комплекс какой-то. То есть, это нужно все смотреть состояние человека, поэтому это все, конечно, индивидуально. Вот, но в возрасте люди тоже пьют химахим. Мне вот тоже знакомая недавно позвонила, очень жаль, конечно, что так получилось, тоже, говорит, племянница заболела, говорит, рак. То есть, тоже хотят попробовать. Вот, ну, конечно, спрашивают еще по поводу цены, 8 тысяч, это недорого, я считаю, вот, оказывается, когда его только создали, когда его только-только продавали, вот сейчас стоит целая упаковка, да, 8 тысяч рублей. Тогда она стоила 48 тысяч рублей, представляете, насколько сейчас выгодно покупать, сейчас дешевле намного, то есть, когда только создали, было намного дороже. Можете посмотреть, перейти в мои, вот здесь вот на ютубе, в сообщество и посмотреть, там все расписано в каком году, что, как было. Химахим даже получил какой-то там сертификат, который включил его в какие-то там лекарственные, ну, то есть, какие-то вот, типа, частная какая-то книжечка, где такие самые крутые препараты, короче, только включают в эту книгу. То есть, химахим настолько, мне еще, я даже сама до конца не дочитала, то есть, у меня не настолько, конечно, много информации, но все равно я знаю, как бы, то, что его на самом деле создавали для оздоровления нации. То есть, он был под четким контролем правительства и Южной Кореи, поэтому этот препарат, то есть, там нет ни побочных действий, никаких аллергических реакций. Он настолько исследован, вот, то есть, его уже очень много раз тестировали, про него много-много пишут, он много сертификатов получил. Поэтому это прям вот, ну, даже врачи рекомендуют, врачи сами пьют, поэтому вот врач вам, вы сказали, пришли, врач говорит, вам нужен вот этот препарат, вы же идете, покупаете, вот точно так же и химахим. То есть, рекомендации уже от врачей идут, вот. А я лично от себя его не продаю, я вас регистрирую, чтобы вы сами себе заказали его. Не я покупаю вам его, вы сами покупаете его на сайте. Просто там, напрямую, вот вы, ага, вы захотели зайти в Атоми и купить этот препарат нельзя. Нельзя, потому что Атоми специально сделала так, чтобы люди могли зарабатывать, такие, как я. Я в Атоми, и я могу вас зарегистрировать. На сайт можно попасть, купить на сайте вот. То есть, это не как вот зашел там на Озон, что-то заказал. Нет, здесь нужно зарегистрироваться сначала. И чтобы зарегистрироваться, компания специально придумала такой ход, чтобы дистрибьюторы могли зарабатывать, такие, как я. Я дистрибьютор компании Атоми. Специально придумали, чтобы люди сами по себе не могли ничего там заказать. Только заказывали через партнеров Атоми. Я партнер Атоми, и поэтому я могу вам дать эту возможность. Я вам лично сама не заказываю, вы мне деньги не присылаете, вы не у меня покупаете. Вы покупаете на сайте. Вот я хочу вот этот момент вам пояснить. Я могу заказать для своей мамы, да, допустим. Я могу у себя в кабинете зайти заказать, адрес указать маме. То есть, если вы там родственник какому-нибудь хотите, вы можете также заказать. Но лично я от себя продавать не могу. То есть, именно вот в компании есть такие жесткие правила. Поэтому сразу говорю, что я деньги никакие не собираю. Вот. Там кто-то, если вдруг боится, что я как будто бы что-то там от себя толкаю. Нет. Я консультирую по товару и регистрирую только вас. А вы уже сами заказываете и сами все делаете, друзья. Вот так вот. Я только даю возможность оздоравливаться населению не только Южной Кореи, но и другим странам. В том числе и в Турции, и в России. И вот недавно и девочка из Белоруссии у нас появилась. И в Белоруссии теперь, как бы, ну не теперь, уже давно, но вот есть человек, который может и там распространять этот товар. Поэтому пишите. Я могу перенаправить на эту девочку, которая сейчас в Белоруссии, ну то есть с Белоруссией может заказать вам. Так что мне очень приятно, что вы мне пишете, задаете вопросы, даже звоните. Я прям идеально, как сказать, подхожу под это. Потому что я люблю советовать что-то очень качественное, что-то очень проверенное. И главное, чтобы это было для вашего здоровья. Я люблю делиться. Люблю делиться только самым лучшим. Потому что это вот, как сказать, это такой вот, это законы жизни, законы, правила жизни. Когда ты делишься ценным чем-то, действительно людям помогаешь, когда ты не обманываешь их, тогда и тебе приходит что-то ценное. Вот. Поэтому обманывать людей, ну, нельзя. И что-то навязывать как-то нельзя. Поэтому я только даю возможность оздоровиться человеку. Вот. Поэтому что я сейчас буду делать? Мне нужно собираться, мне нужно убираться. Но я не могу вот так вот оставлять какое-то дело на потом. Я и отдыхаю, работаю, всегда на отдыхе, то есть работаю. Вот мы ездили в Утопию. Я там каждый день снимала ролики для вас. По сути, всё это бесплатно, можно сказать. Но при этом я занималась этим. Мне просто нравится это. Это для моей души. Я считаю, что самое главное в жизни не деньги, а самое главное, чтобы процесс зарабатывания денег вам нравился. Вот. Я так считаю. И вот это, если нравится вам, оно действительно, может быть, принесёт какой-то доход. А может и не принесёт. Ну и хер с ним, как говорится. Вот. Так что самое главное, делиться нужно. С счастьем, здоровьем делиться. Всем, что есть у вас, делиться. И будет у вас всё это приумножаться. Друзья, пока сижу вот за компьютером, вспомнила, хотела вам рассказать, как же мы поедем. Мы собираемся снять машину, хотим сами лично поехать. То есть в прошлый раз мы заказывали трансфер. И трансфер у нас туда вышел. 3000 лир, 3100, обратно 3100. А в этот раз, так как мы, ну, в прошлый раз мы ехали на 4 дня, а в этот раз, получается, на 3 дня. В общем, друзья, машина стоит 1600 лир в сутки. Получается, что за трое суток 4800. Ну, плюс бензин 1000 лир будет. Примерно такая же сумма, как и мы в прошлый раз отдавали, да. Но зато машина будет при тебе, можно куда-то съездить. Вот. И, ну, в общем, мы в этот раз будем сами ехать. Вот. Обязательно всё вам в следующей серии уже расскажу, покажу. Скажу, какой отель. Вот. А пока в сообществе выберите, какой вы считаете отель. Мы едем. Вот. Обязательно сделаю обзор отеля, как всегда. Вот. И, наверное, друзья, буду с вами прощаться на этом. А то ролик будет слишком длинный. Всем хорошего настроения, всем счастья, радости, здоровья. И, конечно же, мирного неба над головой, друзья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok